Итак, друзья, всем привет! Вы на канале Сержавта. Был один блогер, а стало два. Да? Как тебя зовут? Меня зовут Дима. Поняли? Вот так вот. Дмитрий Сергеевич. Итак, ребят, сегодня, собственно, на обзоре вот такая вот небольшая вещичка. Я думаю, многим интересно, вот особенно те, у кого есть дети, нам сегодня, собственно, потребовалось, потому что у ребенка есть планшет. Планшет он то смотрит в YouTube, то еще что-то. Соответственно, что... Бравл Старс играет. Да, Бравл Старс играет. И чтобы никому не мешать, и чтобы ему было лучше слышно. Есть вот такие замечательные наушники с Bluetooth. Специально выбирал, чтобы хватало на дольше. Эти нам, братья, рекламируют, что здесь будет хватать на 30 часов. То есть одну подзарядочку сделали, 30 часов ребенок пользуется. Все управление происходит непосредственно с планшета. Ну, в плане громкости, скажем, здесь просто включил, выключил. Каких-то замысловатых действий здесь нет. Акустика Harman Kardon. Моделька GR310BT. Ну, в названии я еще укажу, чтобы было все понятно. Какие здесь основные характеристики? Я их уже открыл. Мы тут уходили у фонтана, да, сегодня проверяли первый раз, включали. И знаете, что мне понравилось? Ты их просто одеваешь, у них пассивная шумоизоляция. И, в принципе, ты даже не слышишь окружение. То есть, вроде громкость у них не очень мощная, там, да, телефоны. Но, в принципе, громкости выполняются лихвой. Лимит громкости меньше 85 дБ. Ну, соответственно, сделано для того, чтобы детские уши поберечь. То есть, наушники не очень громкие, допустим, мне было бы мало. Там слышно хорошо, звук, хороший. На ребенка делаешь, что он сказал в наушниках? Отлично. И громко даже, да? Угу. Вот, даже показалось громко. По мне так не очень громко, но, как говорит детские уши, отлично. В принципе, вот такие характеристики. Сорца можете посмотреть. Думаю, что все там будет прекрасно видно. Также не могу не упомянуть, что в этих наушниках есть еще и микрофон. И мы уже подключали к маме на мой фон. И что мы делали? Мы проверяли. Мы проверяли и звонили. Я ему звонил, а он мне отвечал. И через эти наушники, в принципе, я в своем телефоне все это прекрасно слышал. Также в этом комплекте есть еще замечательные стикеры, наклеечки. И эти наушники подходят для детей от 3 лет. То есть, в принципе, регулировка хорошая. Даже на мою немаленькую голову, в принципе, это можно отцепить. Снимаем мы сейчас на камеру DJI Pocket 2. Если кому-то интересно, заодно, может быть, как-нибудь сделаю на нее обзор. Если нужно, пишите, кстати, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А, здесь еще, кстати, про зарядку написано. Типа, 5 минут зарядил, 2 часа слушаешь. Вообще отлично. Нам это подходит? Подходит. JBL фирма классная? Классная. Ребята, никогда ребенка тут не покупать. Хюнь китайские. Блин, это ни к чему хорошему обычно не приводит. Вроде бы играет там нормально, но качество должно быть проверенных брендов. JBL отлично, тем более Хармон. Так, снимаем наклеечки. Открываем. Здесь у нас мы не запаковали, да, вот эти вот штучки. Проволочные были вот такие предкаунки. Я сейчас покажу, где все это вытягивается вот так из коробочки. Коробочка остается пустая. Здесь что у нас? Наклеечки. Кверх ногами. Ой. Вот так вот наклеечки. Покажи, ты поближе покажи, видишь, там экран. Вот так вот. Вот видите, какие тут наклейки есть. Можно вот их куда-нибудь. На наушники. На наушники, я думаю, наверное, не стоит. Немного. Ну, потом посмотрим, да, как лучше сделать. Также в комплекте идет провод для их зарядки. Он идет с разъемом Type-C USB-A. Брендированный JBL. Ну, примерно сантиметров в 20 длиной. И очень много разных книжек, документации. Ребенку, наверное, это неинтересно, да, смотреть? Да, потому что я и так еще читать умею. Вот, надо учиться. Сейчас зрители напишут, что надо тебе учиться читать. Подключение простейшее. Также здесь есть... Это инструкция. Инструкция, да. Но я смотрю русский язык, а русского языка я не вижу. Здесь есть также вот такая индикация. Можете поставить на паузу и посмотреть, что она означает. Здесь индикатор светится. Значит, низкая батарейка. Если заряжается, то горит. При полной зарядке индикатор вообще не светится. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит на наушниках. Так, кнопка питания включает-отключает. Bluetooth connected или не connected. По характеристикам драйверы, но сами динамики 32 мм, 5 вольт 1 ампер. Литий-ионный полимерный 410 мАч аккумулятор. Зарядка меньше 2 часов. Music Play там есть Bluetooth. С подключенным Bluetooth 30 часов музыки. Неплохо. 32 Ома сопротивления, 90 дБ чувствительность. Максимальное звуковое давление 80 дБ. Bluetooth версии 5.0. Максимальная температура 45 градусов. Ну, тоже давайте вот так вот поставлю. И ставьте на паузу, смотрите, читайте. И еще здесь есть у нас по управлению какие-то моменты. Так, здесь написано, как подключить этой картинке. Ну, простейший, просто на телефоне включаете Bluetooth. Он его ищет и подрубается. Включение-отключение. Больше 2 секунд, если зажимаете кнопку питания, то он либо включает, либо отключает. Один раз нажатие на кнопку питания Play. Один раз нажатие, также это будет принять вызов или отбой. И больше 2 секунд, это закончить разговор. Ну, и здесь всякое другое еще небольшое описание на разных языках, куда обращаться по гарантии и так далее. Вторая книжка у нас гарантийная карта. Она вроде маленькая, с микро-большая. Ничего себе! В одной книге сразу несколько. Да, куда столько бумажек они запихали. На китайском, на английском, на всех странах. Ой, не будем читать долго здесь, не интересно. А вторая книжка, еще третья вернее уже. Тоже какие-то инструкции, как утилизировать на много-много языках. Но нам это неинтересно. Давайте теперь смотрим наушники. Они, собственно, были сюда притянуты вот такими вот стяжечками. Мы их уже вытаскивали, проверяли. Назад. Наушники очень легкие. Они, по-моему, в районе где-то 200 грамм всего, даже чуть меньше. Но я на монтаже вам вес допишу. Я его точно сейчас уже не помню. В чашках написано, где левый, где правый динамик. На правой чашке у нас, соответственно, есть управление. Здесь у нас кнопка питания, кнопка подключения блютуза. И вот здесь вот есть индикатор зарядки. Сейчас попробуем его включить. Вот он, раз, включился. Пытается к кому-то подрубиться. Сейчас он светится синеньким. Так, берем планшет. Нам нужен блютуз. Включаем блютуз. Вы два раза у нас сказали, что блютуз. Я потом вырежу лишний монтаж. Зажимаем кнопочку блютуз. Он начинает моргать. Это индикатор синий. И ищем здесь наше устройство. Вот. У нас появился JBL 310BT. Нажимаем на него. И, в принципе, все должно быть сейчас соединиться. И, да, я слышу, что там уже какие-то шорохи есть вниз. По управлению здесь оставляем звук во время вызова и звук мультимедиа. Не знаю, как будет видно или не видно на камеру. Но, поверьте, сложного ничего нет. Сейчас мы попробуем включить какой-нибудь видос или что мы можем проверять. Давай музыку какую-нибудь включим. Да нет, нет. Я просто проверить. На ютубе просто дай-ка я наберу. Сейчас я наберу, ребят, музыка. Слышишь, там уже звук появился, да? Да. О, какие громкие, да? Вот смотрите, по размеру, в принципе, наушнички такие небольшие, легенькие. Подожди, сейчас я посмотрю и покажу. Если их соединяем музыку, мы не слышим вообще. То есть у них очень хорошая звукоизоляция. Если разъединяем, пожалуйста, появился звук. Ну что, пробуем примерить на мою голову. Я немного слышу. Один раз нажимаем на play, pause, еще раз нажимаем на power. Это у нас получается play. Ну, то есть кнопочкой power можем ставить на паузу, либо отвечать на звонки и так далее. Что сказать по качеству звука? Вот сейчас сходу, да? Вот так же они складываются. Такие наушнички для переноски. Можно их вот взять с собой в сумочку. К бабе поедешь, да? И с собой в сумочку их вот так вот можно спокойненько положить. И подключиться к любому устройству с Bluetooth. Громкость небольшая. Для тех, кто хочет получить прям мощный такой насыщенный бас, наверное, не получится вас от них кайфануть. У меня, допустим, мои наушники HyperX Alpha S, да? Я их подключаю к внешней звуковой карте. Конечно, там звук намного мощнее. Но здесь для ребенка этого звука будет вполне достаточно. Я даже уверен, что он не будет слушать на максимальной громкости. Ему даже хватит там до серединки и все. Так, теперь давай, ребенок, будешь примерять ты. L левый, R правый, да? Ну-ка давай. Вот так вот их надо вот сзади. Чтобы волосы не торчали. Ну, посмотри на меня. Удобно ли вот так чуть-чуть повыточить? Удобно. Удобно? Угу. Все, теперь можно нажать кнопочку Play. И сейчас посмотрим, как он будет слушать. Там сейчас на полную, да, давай сразу убавим громкость. Чтобы на полную не было. Мы делаем только на синюю, да? Да. Просто здесь есть вот на планшете синий и красный деление по громкости. И мы стараемся слушать, как это будет только синее деление, чтобы не пропустишь. Давай нажимай Play и пробуй. Как, работает? Угу. Ну, попробуй громче сделать, насколько тебе нужно. На, пробуй, прибавляй громкость. Нормально. Вот так уже хорошо, да? То есть, ну, ребят, что я вам и говорил, то есть громкость даже не на полную. Вот в таком положении. Все, попробуй включи какой-нибудь свой видосик, который ты обычно смотришь. Ну, как? Нормально. Нормально. Так, давай включай какой-нибудь видос, который ты смотришь. Сейчас посмотрю. И вот, кстати, вот детям вроде там 6,5 лет, да, но у них уже, блин, в голове, ребят, целый мир реально. Компот. Компот у них в голове, да. Роман Компот. Ты Роман Компот смотришь? Да. Ну, давай, включай какой-нибудь видео. Еще вот эти я смотрю. Вот эти еще. Ну, давай, проверяй звук и говори, хорошо ли слышно. Сейчас послушаешь, и потом нам расскажешь. Хорошо? Давай, слушай. А при громкость, может, побольше, поменьше. Может, тебе вообще убавить. Или вот так вот сделать. Вот так хорошо? Угу. Слышишь меня? Да. И там все слышишь, да? Угу. При этом я вообще не слышу, что у него там происходит. Теперь у меня есть мысля, кстати, ребят, надо, наверное, к Android-овой приставке купить тоже Bluetooth-модуль и использовать там вот эти вот наушники. Ну как, классно? Угу. Все, давай ставим на паузу. Давай. Расскажи, как тебе звук хороший? Да. Классный? Угу. Нравится больше ими пользоваться? Да. Надо только зарядить сейчас, наверное. Ты давай сейчас разряди по максимуму, да? Потом мы их зарядим и больше ими дальше пользоваться. Все, ребят, вот такой вот у нас сегодня небольшой видосик получился с Димой, да? Да. Всем хорошего настроения. Кого какие-то вопросы есть, если остались, задавайте. А мы с вами прощаемся. Всем спасибо. Всем пока. Пока. На заставку. Потом превьюшка будет, и мы вот так будем сидеть. Можно вот так поставить лайки. Тебе больше лайк. А я вот так сделаю. Вот так сделай и замри. Вот туда смотри. Все. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...